Городев, сегодня мы продолжим читать Радарасасу Данитхи. Девятый стих, да? Мандаране, девятый стих же читаем? Да-да-да, мы восьмой закончили, девятый. Вот, значит, начнем с девятого стиха. Кого будем просить читать? Сунити, are you there? Радараде, would you like to read for Городев? I will translate. Радараде, yes. If you allow me, I will read. Oh, please, I'm asking you. Please, then verse 8? Verse 9. Verse 9. О, mind, leave all great things of persons far from you and go to Rindavan with love. О, ум, отбрось подальше все великие вещи и личности, и с любовью беги во Вриндава. You see, Манах-шикша Видите, Манах-шикша Рагунатхадас Госвами said to practice. Вот почему Рагунатхадас Госвами обращался к уму и призывал к этой практике. В Рагабхакти, ум очень важен, и он может быть как нашим помощником, так же он может беспокоить нас в нашей жизни. So, this is very important thing to understand, how minds work. Очень важно понять, как работает ум. Only you check how your mind is working, your Raghabhakti is done. Только узнаете, как работает ваш ум, тогда вы можете начать, тогда начнется ваше Рагабхакти. You take hand, Japa. Вы берёте Japa. And you start and think. You want to meditate in the mantra. You want to meditate in the mantra, да? Means you are chanting in Japa, mind has to be in the mantra, but mind shows out. And then he starts playing with you, gaming with you, many things, one by one, one by one. So, by mantra, you want to go to Vrindavan, but mind is not proper to be in the mantra. Oh, my mind, mind has to help me, and that has to practice, to go in my spiritual way of life. And you need to be in the peace and forest of Vrindavan. Он должен умиротворять меня, чтобы мы отправлялись с ним вместе в леса Vrindavan. Это значение этой жизни, то, что нужно сделать в этой жизни. О, ум, отбрось подальше все великие вещи. Какие великие вещи у меня есть в жизни. Это, например, какие-то великие свершения, какая-то работа. You see, oh, my mind, leave your great thing. Leave it, this great thing, what you think that is a great thing. Это означает, о, ум, оставь то, что ты считаешь великим. Да, вот эти великие вещи по твоему мнению. Я хочу сказать, что здесь, в этом стихе, каждое слово имеет очень глубокое значение. То, что мы здесь считаем великими вещами, свершениями в Духовном мире, это ничто. То, что здесь материал thing, you have to settle like this, quick. Не просто put your energy there. Take decision and do it. Done. И вам нужно все вещи делать очень быстро. Все материальные решения принимай так вот на раз-два. быстренько, как бы, решил, сделал, и все. And what happened in the Western world, in the Indian world? We are keeping ourselves in the only two great things. And in trying not to solve and leave in those problems. And if the chance I got, again, I want to create one more new problems, that is good for involvement for myself. Как только шанс выпадает, я делаю себе новые, новые задачи ставлю, и никак не могу от них от всех отделаться. И что тогда происходит? Тогда наше воспевание становится очень механистичным. Нет никаких осознаний, нет никаких чувств в этом воспевании. Ну, просто перебирание четко. Вот. Yeah. So, leave all these things behind you and go to Vrindavan with love, for there is a divine jewel, a nectar stream of good moods named Radha, who redeems the sincere souls. So, where to go? И ки во Vrindavan. Гору-деф, can I translate? Беги во Vrindavan с любовью к тому божественному сокровищу, к тому потоку нектарного настроения, носящего имя Radha, спасающему искренние души. Where to go for love? Как бежать с любовью? И бежать куда? Да, к любви. И та любовь, о которой вы думаете, это материальная любовь, как правило. Реально, любовь всегда страдание. Каждый пробовал. Но духовная любовь приведет вас к Вриндаван, туда, где есть Радика. А Радика, богиня любви. И она даст вам любовь. Условие одно, просто оставить то, что здесь, и пойти туда. Нужно оставить то, что здесь, и пойти туда. Что значит пойти? Пойти умом, сердцем и всем. И поверить, принять прибежище у Радики. Снова перечитай. Что вам нужно? Нужно только искренность и жажда. Если у меня будет эта жажда и эта искренность, то всё придёт само, без каких-то усилий, будет само случаться. Трансцендентная жажда – это единственная жизненная сила Рага-бхакти. Жажда к трансцендентным вещам – это слова Нараяна Мухараджа. К чему у меня есть жажда? У меня сейчас есть жажда к этим «великим» в кавычках, да, материальным вещам, которые я делаю великим, своим вот этим «великим умом», да, в кавычках, «глупым умом» на самом деле? И смысл в том, что я материальное с собой не заберу, поэтому всё это совсем не великое, а великое то, что духовное. Духовное – это да, это великие вещи. И в моменте в нашей жизни, это изменение в нашей жизни. В день я, в моменте я, в моменте я, в моменте я, в «лова матра», «садху сангаса сабсиддий вод». В моменте, в моменте, в том, что, в любом садху, изменяет мою жизнь, что это самое большое, что трансцендентное, это большое, материал, это не большое, тогда мы двигаемся. И когда я осознаю, когда действительно у меня придёт этот сдвиг сознания, когда я осознаю, что материальное — что материальное — это не великие вещи, а духовные вещи по-настоящему великие, вот эта лава-матрасса Дусанка, в общении садху, за одну секунду может этот сдвиг сознания произойти, когда у нас произойдёт эта переоценка ценностей. Когда преданный начинает жаждать чистого любовного настроения, вечно совершенных спутников Кришна во Враджа, Он входит в Рагануга-бхакти. Нам нужно что делать? Только искать общество Рагануга-преданных. Рагануга-бхакти, тех, у кого есть любовь в сердце, тех, у кого есть любовь в сердце, у кого есть любовь к Кришне в одной из рас, дружеская, материнская, любая любовь. Главное, чтобы любовь была. Например, есть три личности, у одной материнская любовь, у другой личности любовь возлюбленных, у третьего дружеская. Сначала нам нужно понять, что у нас у всех есть любовь. Это первое. Второе. Мы должны найти мудресую любовь. Мы должны найти мудресую любовь. Требежные любовь, она должна быть свободной. У кого есть в сердце, у кого есть в Радика. А для того, чтобы сделать знакомые любовь. И что нужно сделать этим трём Личностям для того, чтобы развивать их вкус, развивать их настроение? Нужно, чтобы каждый нашёл свою группу, чтобы тот, у кого материнская любовь, нашёл подобную группу с такой же любовью, с такой же целью, у кого дружеская, соответственно, дружеская, у кого настроение возлюбленных, чтобы нашёл сообщество преданных с абсолютно таким же настроением для того, чтобы рос вкус. Мы сначала ставим цель, чего мы хотим достигнуть, а потом мы ищем этого проводника, нашего гида, который нас поведёт к этой цели. И в одной позиции, я не знаю ничего, и я требую руководить себя. Это одно слово. И одно слово. Я требую этого, и я требую руководить для этого. Я требую радарани, но довольствие, и я хочу добиться в этой доволиции, и я требую помощь в этой лаборатории. Я не хочу от этого. И когда есть чёткая цель, да, я хочу преданность радхарани, я хочу развить любовь к ней, и я не должен отклоняться от этой цели и искать того, кто меня поведёт туда. Но... мне нужно найти роганогу, ропаногу. Нараяна Махараджа говорит, что в гопала-мантре содержится материнская любовь и дружеская любовь. Гопала-мантра содержится материнская любовь и дружеская любовь. Гопала-мантра содержится все три настроения, как говорил Нараяна Махарадж, что последняя часть Гопи Джана Валабхана относится к настроению Манжари. Именно это имя. И я сказала, что как вы узнали, что мы как раз на Махараджа именно эту тему, прямо я вот это читала из книги «Сокровенный путь предности», мы это обсуждали. Гурдев говорит, вы должны определиться, кем вы хотите стать, раганогой или ропаногой? Но ропанога — это такая. Ропанога — это сложная, сложная, сложная. Почему? Потому что всю жизнь и всю предыдущую жизнь мы практиковали, как «надежная». Я радуюсь все, я хочу «надежная». Мы не имеем нужный путь. Почему сложный путь? Потому что весь предыдущий свой опыт мы имели только… Ну, мы сами хотели наслаждаться, у нас не было никакого желания служить, мы только хотели наслаждать себя. Это Пуруша Абхимана, это мужчина и женщина обладают этим Пуруша Абхиманом, сознанием наслаждающегося, сознанием мужчины. Все мы находимся в этих телах мужских, да, у нас мужская идентификация, пластиковое тело. В нем мои чувства. Пуруша Абхиман в наших чувствах в нашем уме находятся. И непросто оставить эту тенденцию. Мужчина вы или женщина, но все равно все мы мужчины по нашему этому желанию наслаждаться. Но если я не оставлю это отождествление с наслаждающимся, я не смогу служить Радике. Продолжение следует... 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 Гурдев говорит, что иметь этот Пуруша Абхиман — это быть не в сознании, то есть быть в какой-то бессознанке, потому что это совсем полная иллюзия. И говорит, что если Вы будете продолжать держаться за этот Пуруша Абхиман, то Кришна Вам просто не позволит войти туда, Он Вам не откроет эту рахасию, Он не откроет Вам двери. Объясните кто-нибудь. Да, что быть в настроении Пуруши, да, мужчина ты или женщина — это быть не в сознании, это быть как бы без сознания. Мы глупцы, мы неправильно используем наше время. Пуруши, да. И это не только одна запасная, протоссеранку. Штаваном — это ведь поиски. Киританом — это ведь поиски. Продолжение следует... И как избавиться от этого пхимана? Нужно три вещи. Это шраванам — слушать, очень-очень много слушать. От кого? От расика преданных. Второе — это нужно общение с расиками. И третье — это нужно воспевать. И потихоньку, когда мы будем много-много слушать от расика преданных, когда мы будем воспевать, думать об этом потихоньку, наше сознание раскроется. Это очень медленный процесс. Но почему медленный? Почему медленный? Я слушаю — это открыт. И я читаю — это открыт. этот процесс раскрывается. Я слушаю — и раскрытие идет. Я повторяю — и раскрытие идет. Когда я общаюсь с расиками, он открывается. А потом опять закрывается. И так туда-сюда и происходит. Когда я в процессе сознание раскрывается, потом опять закрывается. И так туда-сюда много-много раз. Но придет момент, когда лава-матра саду-санга, это милость прольется, это сознание раскроется и больше не закроется. Я говорю — это моя реализация для вас в жизни. Я не говорю, что это книжечка. Это открыт, 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 открыт. И когда книжечка не открыт, ты открылся, ты можешь видеть это. Я вам рассказываю своего опыта. Это не какие-то книжные вещи. В моей жизни так и было. Сознание то открывалось, то закрывалось, то открывалось, то закрывалось. И однажды настал момент, когда оно открылось, и все, и больше не закрывалось. Нам нужно обязательно поддерживать эти три практики, о которых я говорила. Продолжай читать. Когда материалист, желая из чего-либо, он становится как сумасшедший, забывает о своём теле, обо всём, что с ним связано, обжигаемый таким желанием по отношению к какому-то объекту. Это мирская жажда или жадность. Но такая жажда, которая возникает в сердце на некоторое время, затем исчезает, не может быть названа настоящей жаждой. Я говорю, как это, 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 это. Это, 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 это. Я говорю, что вы хотите трек. Делай это. Давай, делай это. Давай, делай это. Давай, делай это. Какое материальное. Нет, ждите за один секунду. Делайте. Пришло, делайте. Тогда материально не будет так много времени занимать. Иначе это так все долго. Я вам рассказываю, делюсь своим опытом. Харе Кришна, извините, Кувенна Махинь, я не понял, вы не могли бы переспросить, что Махарадж имеет в виду? Ну, приходи, приходи, делай это. Хорошо, Ананта. Городев, Ананта is asking, what do you mean this coming and going? Do you mean what things we should do immediately? Once you come to me to see pictures. Cinema, cinema. Theater, picture. Can you explain? Material, да. Can you explain? Material. Do it. Material, да. Yes, once Gurudev wanted to see a movie. I see four times in the continuous movie. The same movie. Same movie. Only the four-five days I see only sitting in the movie and eating and looking. If any movie goes in the television, I cannot see it for one minute. I stop and I go out of the room. I cannot stand in the movie front. This is my problem. If there's a movie going on, I do not feel connection there. I go from that vibration. I become so tired to see that. I cannot see. You finish that desire. Desire. Finish it. Finish it. Gurudev, I cannot understand. You wanted to see the movie or you don't want? No, no, I don't want to. It was for four days to material desire to finish it. I see so much that I become tired with that. I know because my kids are living near me. and all of my kids, you are also kids. You want to buy one house? Kids, kids. All of kids. Kids, kids. Kids. Somebody want to buy the house like you are buying a house. I said, do it. Yes, Gurudev, when you do it, when you don't do it, we bought it immediately, like you told, coming and just doing, so we did already. Why I say this? Why this is desire, material desire. Do it. Do it. And then suffer. Material desire. If you not do, then suffer. And if you do, then suffer. So do it. Why you are doing suffering. Material change is to create suffering. You do it and see. Some problem will come and you have to solve all the time. Maybe you have to fix the furniture, you have to fix the painting, you have to fix the window, you have to fix the door. It will go on. So do it. Anything comes, do it. No problem. But not keep yourself involved there, involved here, a spiritual place. Do it. Так, значит, я спросила, да, вот, надо ранее перевела, что Грудеф говорит, что к вам приходят материальные, да, какие-то желания, делайте, ну, выполняйте, да, их выполняйте. Я сказала, ну, Грудеф, ну как же, говорится же, что материальные вещи, это как неутолимая жажда, то есть желания, они бесконечные, они будут приходить, и приходите одна за одним. Он говорит, ну, вы, все у меня как дети. Вот, например, говорит, ты хотела, вы хотели дом купить, да, с мужем, говорит. Я говорю, ну да, вы сказали быстро сделать, вот мы быстро и сделали, сразу же купили. Он говорит, потому что все равно любые материальные желания, они, если вы их не исполните, они вас будут мучить, будут проблемы, если вы их исполняете, то тоже будут какие-то проблемы, то есть так или иначе. Поэтому говорит, не тратите слишком много времени, к вам что-то приходит, быстро делайте, и все, переключайте свой ум на, как бы, на духовные вещи, да, так же, как он вот смотрел кино, да, ему захотелось, но потом он даже вообще это видеть все не мог, то есть он как бы исполнил когда-то свое, это желание, и потом уже не было этого желания. Нет такого, чтобы не было материальных желаний, да, нельзя просто себя вот оградить, и от них все равно они есть, даже у меня какие-то есть материальные желания, которые приходят, сейчас приходят. Give some time to solve it and keep out. Make free. That is the point. Do it with keep time and free from that. Not involve involvement with engaging yourself and free from that. просто выполнить и освободитесь от них, не надо в них втягиваться долго, там, время жить, да, просто вот пришло материальное что-то, какое-то желание, исполнили и все, и освободились. not make the goal of that. Не делать из этого цель. Ten things come to me, material, ten subject comes. And then also I solve it and keep distance from that. Then I can do bhajan. I cannot hold it and do bhajan. I cannot do it. So, material detail has to solve and try to pray that not involvement go there. Involvement is important. Involvement should be with my history in the name in in Sadhu Sangha in this. Not involve in that. to make that I'm an ego and I'm the best, you are wrong and you involve yourself more and more and you have no mind time to do bhajan and this and that. Involvement is bad. Not coming and going is bad. You're not involved there. in the world. That's why I want to do it. Kurodeev говорит, что плохи не столько сами материальные желания, которые приходят, а это погружение в них, когда мы начинаем ими жить, когда наше эго начинает нарастать, ложное эго, что вот я такой, я умный, я знающий, я делающий. Нет, если желания приходят, ничего страшного, они всем приходят, мы все обусловлены, просто исполнили и все и забыли, то есть не погружаться в это, не жить в этом и не культивировать это. Гурдеев вы часто приводили такой пример, что наши материальные потребности, потребности тела, любые, они такие же, как сходить в туалет, то есть человек же в туалете не живёт, он же там не проводит большую часть своего дня, он зашёл на две минутки, вышел и всё, и дальше он погружается уже в свои духовные, в свои другие нужды, так же и с материальным, то есть мы это исполняем, но не привязываемся, не сидим там, не просиживаем. Верилия, я хочу это сделать, потому что телик живет материал и мы видим, что мы не живем, потому что мы вовремя там, это проблема. Так, они catch нас. and i catch them and then i'm involved there i catch it and i leave what i have to catch never leave your history your sarup identity they will can touch you but not disturb you i'm telling you is also not problem if the husband and wife are favorable is also very good and if not favorable is also very good all is good why gurudev why unfavorable situation is good because it's all disturbance and no time no time no then you will your prada moon is more merciful if you have unfavorable husband and wife that they want to eat they are calling you you come for this this time you come to do and again you are inviting to unfavorable circumstances that is you в какой-то части материальные желания, которые приходят, но потом отпуская их. То есть главное — быть зафиксированным. И Гурдев говорит, что греха с хашрам — это не проблема. Очень хорошо, если у вас благоприятная обстановка, например, муж, он благоприятный, и жена благоприятная для Бхакти, для Бхаджина. Но даже если неблагоприятная обстановка, например, муж или жена неблагоприятные для Бхаджина, в этом тоже, говорит, нет проблемы. Я спросила, ну как, Гурдев, если в семье неблагоприятная ситуация, один, например, вообще против Бхакти и Бхаджина, то как это можно вообще? Это разве нормально? А он говорит, тогда Радамохан более милостивый, он будет сам звать преданного. То есть я сказала, тогда если кто-то в семье против Бхакти или Бхаджина, тогда ни условий нет для Бхаджина, ни времени, ничего, потому что нет взаимопонимания. И Гурдев говорит, ну тогда сам Радамохан будет всё устраивать, он будет лично преданного звать. вырывать из этой обыденности, и потом человек обратно возвращается в свою эту неблагоприятную ситуацию, что Радамохан тогда даже более милостивый. Радамохан. That's a Rooksanatana. Rook means you know yourself, you don't want to do it. Rooksanatana. Rooksanatana. means Rupa Goswami and Sanatana means your samband is so fixed with you it's all coming and going you're not involving Rupa Sanatana in Saadha you have to know it my dear, you have to practice it, Saadha is also very important to reach to Siddha Deha Rupa and Rati one thing my devotees are all in Gerashtasya no Sanyasi so Rupa and Sanatana has to practice very important means your Sarupa and your Istadeva has to be fixed nicely then you can no problem it will come and go don't bother for that all will go on Gaurudev говорит, что у меня говорит нет ни одного брахмачари ни одного Sanyasi все у меня преданные которые служат которые мои ученики они все грехасхи и для этого нужно нам зафиксироваться в Rupa Sanatana в этом принципе для Sada Kadehi как Gaurudev говорит для Sada Kadehi Rupa Sanatana для Sida Dhe Rupa и Rati Rupa Raghunath что такое Rupa Sanatana принцип что у нас есть Rupa наша форма наши штадев зафиксированы и наша сварупа Rupa Sanatana Госвами олицетворяет Самбандху наши отношения желаемые те отношения которые мы жаждем с Radhika и с Rada Mohan нужно зафиксировать вот этот принцип Rupa Sanatana в нашей жизни тогда даже если вы грехасхи и будут приходить конечно же разные материальные желания то не будет никаких проблем если мы зафиксированы с нашей целью с нашей Самбандхой с нашими отношениями и с нашей формой с нашей духовной формой Шилавишвана Чакраватти Парт writes in his Raghavatma Чандрика The Raga Nuga devotee is as absorbed in his desires for devotion as a lusty man is thinking of the fulfillment of his desires Шилавишванатха Чакраварти Паде пишет в своей Raga Vartma Чандрике преданный Raga Nuga погружен в свое желание преданности подобно вожделеющему мужчине погруженному в размышления об удовлетворении своих желаний Без такой сильной жажды сладость Raga Vartma невозможно осознать преданный всегда размышляет когда же я получу служение моему возлюбленному это страстное желание жизни душа практики Рагануги Шрипад thinks to himself how can I become so fortunate to be the broom to sweep the yard of the кунж о mind throw all other great efforts such as worship of the demigods performance of fruitive activities gathering of empirical knowledge and the making of extensive pilgrimage far away он говорит себе о ум отбрось прочь все великие вещи такие как поклонение полубогам совершение деятельности ради плодов накопление эмпирического знания и совершение паломничества отбрось все это подальше все это просто камни преткновения на пути к чистой преданности зачем же мне эти куда-либо еще кроме обители Радхарани Вриндауна почему же я должен посещать различные места паломничества во втором томе В этой книге мы можем прочесть о чистом преданном Кришнадаса Бабаджи из Ранабари, который жил недалеко от городка Чатам, во Враджи. И однажды этот святой Бабаджа решил пойти в паломничество и посетить такие места, как Дварагу, где Кришна женился на 16 108 царицах. Когда он вернулся назад во Врадж, к нему во сне явилась Радхика и сказала, что ты наделал, ты теперь… Он себе поставил клеймо в Двараке. Она сказала, смотри, ты теперь принадлежишь группе цариц Кришна, Сатьябаму, возвращайся обратно к ним в Двараку. Это, по-моему, святые Браджи, что ли, эта история, можно на русском почитать. Бабаджи был настолько потрясен этим, что он в огне разлуки, он сжег себя, то есть реально огонь был. Да, это сам себя поджог изнутри, огонь вырвался. В Сиддадеха, он медитативно, и он в Лиласманан, и он желает идти к Двараку. Это был офис, и он поставил стамп, и когда он вернулся, он не увидел Радхика. А так что, Радхика, истыдей, когда медитация была в лиланке, он не был жарен и не было. А потом он был не приход, и он его кричит, и его восхищает в крови, и он взял во мне в крови. Гуру-деф, да, Гуру-деф, он уничтожил, как его настоящий огонь? Да, внутренний огонь, не кто-то вставил огонь, а кто-то вставил огонь. Ну вот, благоприятная, со всеми этими атрибутами Нарайана, и он пришёл с ней когда-назад с этим клеймом, он начал опять медитировать, как он раньше это делал, на свою виштадеве, на Радику, но Радика явилась, сказал, я тебя не принимаю, ты получил клеймо Двараки, значит, ты теперь служанка цариц Двараки, уходи, я больше к тебе не приду. И у него в сердце было настолько сильное раскаяние, и вот это, да, он настолько, да, сильно расстроился и начал раскаиваться, что изнутри его изошёл огонь и сжёг его тело. То есть Гуру-деф говорит, не кто-то его поджёг, а изнутри он себя, этот огонь вырвался изнутри и сжёг всё, его тело и всё, всё. В этом способе Баба gave up? Но, somehow, он был в хорошей ситуации после этого. Sorry, это что пришло мне, потому что, before, он не было такие интенсивные чувства, это Баба. Но, после, он получил чувства, и это очень лучше, чем раньше. Isn't it, Гуру-деф? Very nice. So, whole Vrindavan, whole area of Braja, they're going to learn this, and the fire of Baba, of the mistakes, and his bhajan, people appreciate this, because he is teaching us, the fire of suppression on us. So, we have to always be careful, and this is a very, very, very special day. That day means two, three hundred thousand people are going there. All Braja is going there, and they have a distribution of Prashādham, and the big festival they are doing in the village. It's real place to go and see that place. It's very important place for Vaishnava. Gaurasundara says, he says, he says, that this Baba, he, 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 that if he was a good person, he came to a good person. He felt so strong, that even though he would go to the fire, which he was in the end of the day, he was in the day. He said, that this was intense. He says, that, that this is not the good one? That was not the best one. оказался. И Гурдев говорит, да, конечно, потому что эта история, она, во-первых, была в назидании всем, что так делать не надо, во-вторых, она показала его истинную вот эту Личность, насколько он был могущественен, насколько он обладал чувствами, что все вайшнавы видели, как он сжёг себя, то есть все вайшнавы Вриндаваны потом пришли к этому месту и теперь этот день, он как бы считается праздником у вайшнавов и туда стекаются тоже паломники, устраивают какой-то праздник, и вам нужно посетить это местечко, где этот Баба совершал баджан, и вот так вот он ушёл из жизни, сжёг себя изнутри. И этот Баба так ушёл из жизни и показал всем своим примером, насколько преданным Радхике неблагоприятно покидать в Радж. Я хочу сказать, да, вот эта история про Кришнадас, Баба джи напомнил мне одну историю про нашего Кешаву, Бабу. Он однажды жил на Варшане. И какой-то его знакомый Баба сказал, Кешава Баба, пойдёмте в Двараку вместе, посетим. Ну и природа, да, Баба же такая, что вот что-то им предлагают, они говорят, ну ладно, хорошо. И вот он вроде как согласился пойти в Двараку. И во время поездки в Двараку они отправились на поезде, и у Кешава Бабы поднялась очень-очень высокая температура. И они должны были сесть на другой поезд, и они сошли на одной из станций. Кешава Баба была в так плохом состоянии, что он не мог путешествовать ниже, поэтому они решили остаться там, пока он будет лучше. И настолько ему плохо было, что они решили остаться в этом местечке, дождаться, пока Кешава Бабе станет лучше. И несколько дней эта температура держалась очень высокой. И тогда его компаньон, Баба же сказал, хорошо, я тогда поеду, а ты отлежись. И поскольку температура Кешава Бабы не снижалась, он решил думать, ну ладно, я тогда следующим поездом просто во Вриндаван и вправлюсь обратно. И он сам рассказал, что как только он сел на поезд, на Вриндаванский поезд, его высокая температура тут же как не бывала. И он нам всем эту историю в назидание рассказал и сказал, что, ну, это очень неблагоприятно выходить из своей Бабы. И тогда это было просто предостережение Радхарани и ее забота, чтобы Баба не выходил из своего настроения и не отправился в Двараку. И вот слушая вот эту историю, да, это тоже всем предостережение, что не нужно выходить из своего настроения, не нужно его смешивать и от него отдаляться. We have to read the pastime of Bhaktamala, means we have to read the books of the stories of the Bhakta. Yes, your Guru Dev told you so, right? To read Bhaktamala, Guru Dev. Bhaktamala, means the story of Bhakta, that is a very nice collection, and this is giving very much inspiration from their life. И Гуру Dev говорит, что важно очень читать биографии вайшнавов, их путь. Вот на хинди, или в каком языке, на Бенгале называется Bhaktamala, это сборник вайшнавских биографий, а у нас это книги Святые Враджи, Святые Бенгали. Аня, if you don't need to learn philosophy, what you will read, the stories of Bhakta. Вместо философии лучше читать истории жизни преданных. And you have to read the story of Bhakta, inspiring, and you have to read and do bhajan and listen. Listening is also unfavorable listening. If the listening is something to develop your knowledge and philosophy, it is useless listening. You have to know what to listen. What is the use of listening Bhakta knowledge? You know, is also Krishna Narayan is this. But what is the use of Bhakta knowledge, if it is not connected with Radha, Krishna, Vrindavan knowledge? What is the use of that? Why do we know this Vakakta knowledge, all this Tattva, Siddhanta, which is about Narayan, about the Lord, if it is not connected with Rajendra Nandana and Krishna, with Radha, with Vrindavan? What is the meaning? It is not connected to the Lord. So this creation of the evil sun. It creates the evil sun, if we do it, then waste our time. It is the best thing of time. если мы туда-сюда отклоняемся то это просто гуляем по разным настроениям это просто потеря времени 10 минут осталось 10 минут здесь кто-то может спросить о Прабхадананда Сарасвати Шрипада какую духовную практику ты собираешься совершать чтобы удовлетворить свое желание и Шрипада отвечает этим стихом О ум, ступай с любовью во Вриндаван В середине Вриндавана Шяма играет на своей очаровывающей флейте это значение всей Бхагавад-гиды то сердце, которое уже очищено духовной практикой может услышать зов от Ихлейта Садус are very Chatur means intelligent they don't explain this shloka but the intelligent will understand and who has no intelligentsia they will understand in that level but it's why he writes means Jaya Gurudev Gurudev говорит, что саду они очень хитрые ну не хитрые, а как чатурия то есть они вот так хитроумные и они всегда все пишут между строк и для тех, кто не понимает они вот будут читать этот стих и будут понимать его в обычном понимании но те, кто обладают более таким умом прозорливым они увидят, что мам и кам здесь означают что оставь все все дхармы все религии и предайся моей единственной моей одной радике и иди во врач если не если не если Krishna is telling come to me Hare Krishna is telling he is telling to come to me why why will especially say this mom come my one my mommy come go to that my one who loves me and who know me that who there then you will come to vradja if not that is come to come if обычный пандит просто человек читает этот стих Saravat Harman Parityajja то он просто прочитает что Krishna говорит иди ко мне как мамы кам иди ко мне вража это идти но если расик читает то он увидит точно что иди к моей единственной мамы и кам и кам единственная и во вражу ступай во вражу потому что только там меня знает только там меня любят только там ты сможешь обо все узнать и Баба почему написал эту слуху в этом времени когда он дает гранвали садху 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 махатмам в первую время и написал садху 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 То, что сейчас Гурдев сказал, расшифровки, на какое он значение намекает? Что про Радику значение этого стиха. Да, все книги, все шлоки — это паракия, что пишется одно, имеется в виду совсем другое, глубокое значение. И сердца таких преданных погружены в настроение Враджа, и они с любовью идут туда, желая встретить своего возлюбленного. Позовите нас во Вриндаван, приходите все ко мне во Вриндаван, Гурдев говорит. Кам, кам, кам. Виза это бесплатно. Кам, кам, кам. Электронную визу можно бесплатно оформить, даже не надо в посольство идти. Кам, кам. Кам, кам, кам. Кам, кам. 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 She read all the shastras, she read everything and when she read Vilapakusumanjali, she realized that this book she loves the most. She read everything, every shastra because she had unquenchable thirst for this. And now she joined our group and she realized that this mood she likes the best. This mood one pointed Bhakti to Radhika and now she's attending every class. She's in our chat, she's very active, she's very poetical. She's not from my city. Инна, вы здесь? Инна, вы здесь? She's not here. What is her name? I think in Russian she's... She's writing her name in Russian. I think it's Anna. Нет, Инна, Инна она, Инна. А, Инна Пагдасарова. Это? Да. Но я не вижу. Yesterday she was there. Инна Пагдасарова. Инна Пагдасарова. She will be sharing this Wednesday. On this... Yes. Sharing Zoom. Yes. Sharing Zoom. She wants to talk about her way in Bhakti. And she is writing poems. She is writing songs. She is translating bhajans in poetic way into Russian. And she wants, but not this Wednesday, sorry, but next Wednesday, in a week. Yeah. So she wants to share in a week. And she will say personally about herself. She is a writer, poet. Very nice. I want to see her. Very good. We do. I don't know anything. So we are also interested. Yeah. We will see. Next time you say. Next time you say. We need to do it in Bhakti. Yes. In a week. On Wednesday, she will share about herself. Yeah. And poems. Poetry. She writes about Radha and Krishna. She read all the books. Rasa, Rasa Sussanidhi, Vilapku Samanjali and others. I don't know. Yes. She read all. She read all. Nandaraya. Can you imagine? All everything. She read all Shemad Bhagavatam, all Chitanya, all Shastras. All the books. And she doesn't have. Krishna Bhavali. Mm-hmm. She doesn't have initiation. No. No. No Guru. No Guru. Yeah. And she read it all. And she is writing poems about Radha and Krishna. And we read it in Russian. Very beautiful. And you know, this famous bhajans that we have in songs book that we are singing bhajans. So they are translated word by word and she did it in a very poetic way. You know, like poems. Much more beautiful even. Yeah. Oh, she can come through the dawn. She can come. And she knows English or not? No, I think she doesn't know. Not so much. I understood that maybe a little bit, but she needs translation. Yeah, she's asking for translation. So you have to come with her. Nandarani, you will go with her. What? You will go with her. You know, I was going to come and I forgot that I don't have a passport. Honestly, my passport expired. So, and it takes one month or so to do it. So I need to apply for passport. Oh. So there is a passport, yes. And only after the, I make passports only then I can enter. I cannot apply for free visa now because I don't have a passport. Hey, mate. Hey, mate. It's a passport. It's a passport. That's why I cannot come now. Yeah. 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 Она нашла, она просто говорит, я вообще там плакала, когда читала. При этом у нее нет гуру. Она ходит в Искон и проповедует там про Радику. Гуру Дев, эта Инна, она приходит в Искон, потому что в ее городе только Искон-темпль. И там она притчает о Радике. И они не нравятся, но она притчает, потому что она притчает. Это как, из ее сердца она притчает. И когда она встретила нашу группу, она сказала мне, like, oh, I didn't know that such group, like such group exists, where everyone is on Radhika, concentrating on Radhika. For me, it's like a miracle, because I saw that I'm only one. Can you imagine? And she doesn't have a guru. She don't, I don't know. It's like samskara is very, very strong. This is my realization. I feel it. You can read with the books about Krishna and many slokas. After that, you don't understand Krishna. But if you know Radhika, immediately you understand Krishna and all the creation and everything. Jai Ho, Gurudev, Jai Ho. It becomes crystal clear. And then you say, why am I wasting my time? For what? When Krishna becomes crystal clear to you, that his creation becomes crystal clear to you. And Gurudev says, my realization is such a way. You can even read the books about Krishna, but you don't understand it. But as soon as you start to bring your attention to Radhika and Bhakta to Radhika, you understand Krishna and all his creation. And you think, why am I spending so much time to understand Krishna? We say Vedic knowledge, Vedic knowledge. Vedic knowledge, right? Vedic knowledge. But no sloka we learn Vedic. We say our Sanatana Dharma is Vedic knowledge. But where is the Vedic shloka? Can you show me any Vedic shloka there? Vedic? No. No. The Vedic shloka is there. Because Vedic is Karamkanda. How to do your karma? Artha, Dharma, Moksha. This teaching. But it is more higher than that. And that is Sanatana. It was, it is, it will be. That is Vedic knowledge. It was, it is, and it will be. You see, the suffering is there when you say it was. They are suffering. It was to me. It was to me. It was. Living in the past. My father did not take care. My mother did not take care. It was like this. It was like this. They are in suffering. You see, the life of the person who is suffering, he will think only it was. It was. It was. Those who live in the past, they will always live in suffering. Because they remember, oh, in my childhood, my mom didn't care about me. And dad did not care about me. And dad did not care about me. They will always live in the past. And what is more suffering, it will... What will happen tomorrow, what will happen tomorrow, what will happen tomorrow, right? Да, а где еще больше страданий, да в будущем, всегда ум обеспокоена, что же будет завтра, что же случится завтра, что мы будем делать завтра. And who is happy who lives in now, they are happy. Счастливы те, кто живут сегодняшним днем, они только счастливы. Now, if you are living in now, you are a peace, you are happy, you are ananda, and you have a love also. You share the love that now, and that is bhakti. Simple. Good or bad, any circumstances in my life, I got it. We have to make good, loving, caring, and serving, and be happy. Don't see any negative in that circumstances. All will become positive. 100% of people. Да, находиться в позитиве. Если даже проблемы приходят, да, хорошо, они пришли, но не нужно, да, на них зацикливаться, нужно оставаться, ну, продолжать служить, продолжать находиться, да, в своем настроении, не обращая на это внимания, это очень важно. Find out the way, how to, I will serve in these circumstances, in these circumstances. And that is the... And without mercy of Radhika, its nature will never come to you. And in Dasi, nature is like this. Automatically you will see that way. And life will change. И это природа Dasi, это настроение Dasi, да, в любой проблеме стараться служить и искать поводы для служения. Но без милости Radhika такое настроение Dasi, оно не придёт, такое сознание. Но когда милость придёт, и придёт это настроение, вы всё начнёте видеть в этой вот, в этом ключе. Я рада, рада, Курбет. Я очень рада, Курбет. Я знаю, что она придёт. Я счастлив, что здесь придёт. И после этого, я AjraniI would apply for visas. Все они тоже. combined? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...